Всем привет! Говорит, его показывает GregorAger. И вот, наконец-таки я, можно сказать, пришёл к вам снова со своим новым видео. В общем, будет интересно, поэтому заранее прошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И перед началом я хочу извиниться за то, что я сейчас не использую Banticam, потому что Windows опять начал ругаться на активатор под названием KeyMaker, в общем, который можно рандомно создавать код, ну, точнее, ключ для активации Banticam, чтобы можно было дольше, чем 10 минут снимать. И вынужден использовать, можно сказать, вынужденные меры, то есть использовать, ну, типа, селфи-балка, ну, подставка, то есть. Я, часто говоря, уже забыл, как это называется, но не суть. В общем, сегодня я хочу вам, как говорится, рассказать о своих впечатлениях на экзаменах, то есть на том же ОГЭ, то есть основной госэкзамен. Я, в общем, однажды в вкладке сообщества писал о том, что рассказывал о том, что там, да как, то есть что происходит с экзаменами, то есть, мое, так сказать, ощущение перед экзаменами, то есть, вот, кстати, вот, 4 дня назад, 5 июня, я написал, вот, ссылку. Почему я даже продублировал и на своем канале в Телеграме, кстати, вот, ссылку на мой Телеграм, то есть, точнее, на чат, будет в описании, а там же, в том же чате в Телеграме, в разделе Описание, вы найдете ссылку на мой канал, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Так вот, вот это вот сообщение, о котором я сказал, каково мое ощущение, состояние, сейчас вот, то есть, до экзамена, скажу так. Потом на следующий день я возвращаюсь с экзамена по русскому языку, докладываю, что там, да как, и вот. И еще, кое-какую информацию я оставил также в группе ВКонтакте, поэтому, также, захотите, если у вас есть аккаунт ВКонтакте, ссылка в описании, под видео, скажу так. Вот. Давайте начнем, скажем так, с самого, с самого начала, как говорится, начнем с экзамена по русскому языку, расскажу, что там, что там было, то есть, что там, да как. Погнали. Ну, что ж, в общем, переместились, скажем так, на уютную такую локацию, чтобы, так сказать, было приятнее рассказывать. В общем, предошло, как вы поняли, 6 июня, как говорится, в день, когда проводится ОГЭ по русскому языку, то есть, прошел в этом году, кстати, вот. В общем, мы собрались возле своей родной школы, в общем, там вот время было 8.30, ну, то есть, сначала зашли там, затем пришел, учительница по русскому языку, доложил, что там, да как, после чего-то, сообщила, что было сдано другим учениками, если ты уже хабаровского, кстати, мы оттуда черпали информацию о том, что у нас будет, то есть, какая тема для сочинения, то есть, что там, да как, и, да, давай что-то вроде заготовки, типа, типа, что придумал, что написать на какую-то тему. Кстати, о птичках, вот. Сочинение для меня было тем, скажем так, самым настоящим гемором, скажем так. Особенно, когда я только готовился к ОГЭ по русскому языку, то есть, у нас каждый понедельник у нас был, был пробник по русскому, то есть, мы писали и изложение, и сочинение. Вот, с изложением всё в порядке, я, можно сказать, написал на 193 слов на экзамене, вот. И нам говорили то, что норма, то есть, проходной балл, там 150 слов, то есть, не меньше 150. А вот сочинение там поменьше, то есть, проходник 100, хотя, когда я увидел листок, который нам время сдавали, то есть, в общем, тот листочек, который там было написано, изложение, то есть, нам давали на 30-40 минут, только для того, чтобы мы хотя бы набросали на черновике несколько слов, скажем так, скажем так, выжимку, а потом, чтобы мы сострапывали уже полную картину уже на черновике. Так вот, на том черновике было указано то, что норма, то есть, проходной, в общем, вот, балл, скажем так, в сочинении, там, как минимум, 7, то есть, не больше, извините, не меньше 70 слов, а в изложении не меньше 100. Но, поскольку я человек, который, можно сказать, не надеется на подобное, если, можно сказать, не, можно сказать, не расслабляется в подобных случаях, я просто сделал так, как было сказано у учительницы по русскому языку. Как говорится, как скажет, так и сделаю. А насчёт сочинения, я мало что сказал, 107 слов я написал на экзамене. Ну и не, я забыл ответить вам на вопрос, почему для меня сочинение-то было геморрное. А потому что у меня не было, скажем так, каких-либо аргументов на некоторые тела, то есть, самое трогательное, самое, скажем так, больное для меня, когда я готовился к ОГЭ, это было сочинение по типу, связанное с природой, там, с животными, для меня это самое сложное, скажем так. У меня просто не было никаких аргументов, я был, скажем так, крайне, замкнутый человек, ну, сами понимаете, я просто никуда не выхожу из дома, но если выхожу, то только максимум в магазин, и всё. И что я могу тогда порезать со своего уголка? Правильно, ничего, потому что ничего интересного в моём микрорайоне там не происходит, а на животном мире я вообще, как говорится, забивал болт. И, естественно, я тогда просто люто психовал, просто из-за того, что вот, не было ничего, просто никаких идей, никаких аргументов, ничего. Максимум было только клише, типа, по типу, я считаю, что вот это вот, вот это вот, и так далее. Ну, есть всякие умозаключения, по типу, типа, подводя итоги, можно привести к мнению, что вот это вот что-то означает. Ничего, кроме клише, который от силы занимает где-то 10-15 слов, а может и 20, в общем, ничего в голову не приходило. А в общем, психолог, я вот вам объяснил, но повторюсь, отсутствие идей и отсутствие каких-либо аргументов, потому что ничего подобного, я, связанного с этой темой, я не наблюдал у себя дома, ни дома, ни во дворе, нигде, то есть потому что меня это не интересовало. Ну, сами понимаете, я человек изолированный, потому что я, так сказать, стараюсь как-то абстрагироваться от всей суеты, которая происходит на улице просто. Люблю жить один, вот и всё, так сказать, отстаньте от меня, как говорится. В общем, такие вот дела, кстати, были на экзамене по, ну, точнее, перед экзаменом по русскому языку, на подготовке, на пробниках. Ориентировочно, когда-то в апреле начали пробники увеличиваться, то есть теперь стали делать не каждый понедельник, а ещё и каждый четверг, то есть два раза за рабочую неделю, то есть вот учебную. В понедельник мы писали изложение и сочинение, а в четверг или в иных случаях, во вторник, мы писали сочинение, то есть пытаясь что-то сделать. вот. Мы просто не делали изложения во вторник или в четверг, а просто готовили сочинение. Вот. Ну, так, чтобы раздельно было, то есть понедельник изложения во вторник или в четверг сочинение, у кого-то просто не было. Вот такие вот, кстати, были дела до того, как были, в общем, готовились, когда, в общем, лодится. Ну а теперь переходим к самому дню, 6 июня, когда начался экзамен. Причем мы собрались возле крыльца родной школы, потом мы начали идти в другую школу, в другом конце района, нас собрали возле входа, приходят организаторы, организаторы ППР, пункта проведения экзаменов, организаторы аудитории, кабинетов, пришли, привели перекличку, назвали номер аудитории, фамилию, имя и отчество организатора, который будет находиться с нами, и имена, кто попадает. Причем вот удивительно было то, что я находился вместе с несколькими одноклассниками в одной аудитории, вот, просто вот так уж получилось, ну что повезло, скажем так. Просто несколько человек из моего класса были в одной аудитории, что и я, и еще несколько человек уже из другого класса, но не суть. Остальным одноклассникам, к сожалению, не повезло, просто некоторые попали в разные аудитории. Но я лично считаю, что не важно, какая будет аудитория, не важно, кто будет у тебя из твоего класса, главное просто берешь и пишешь. Все. И слава богу, экзамен по русскому языку у меня все прошло отлично, нормально, скажем так. Нам просто, в общем, провели инструктаж, там, раздраждали конверты, в которых был бланк регистрации, бланк ответов, ну, те, кто сдавал ОГЭ, тут наверняка, вот сказать, помнят об этом и знают, скажем так. В общем, запомнили бланк регистрации, то есть все, что нужно, то есть, там, код школы, там, и так далее, вот, и прочие данные, то есть, фамилию, имя, отчество, паспорт, в общем, вот это все. Вот. Потом дали на полчаса, а то и на 40 минут, да, само задание, то есть, сочини, изложение. Мы узнали, там, саму тему, которую нам заранее говорили, хотя предупреждают у нас о том, что нам может не повезти. То есть, тема может быть другой, но в этот раз повезло. То есть, оказалась та же тема, что и для сочинения, которую также писали школьники из Хабаровска. В общем, вот так вот. В общем, я, как и все остальные, выписали несколько слов, конечно, так, чтобы сострапать само изложение. Перевернул я потом сам листок, который с этим изложение. Потом само изложение написал на черновике, а потом сразу же приступил и придумывалось сочинение, которое, к сожалению, извините, к счастью, получилось уже нормально. В общем, какие-никакие аргументы на ту тему, которую нам дали, у меня, слава богу, были. Некоторые примеры тоже были, хоть и пускай банальные, скажем так, но я справился. Я повторюсь, 193 слов за изложение и 107 за сочинение. Вот. И потратил на все про все полтора часа. Потом сложил все, все эти документы, то есть, бланк регистрации, бланк еще один, который там уже, который я уже переписал, так называемый бланк ответов. Потом сам черновик, конверт, и тупый шум. Все это передал организатору, подписал подпись о том, что, типа, сдал экзамен и ушел, скажем, вот. Напоследок хочу, можно сказать, ответить на риск вопросов, которые могут у вас возникнуть. Это, типа, повезло ли мне принести телефон. Увы, я не стал рисковать, ну, само собой вот так. Потому что я, как говорится, на первое, знал, что телефоны на экзамен не допустят. А если и обнаружат, то все, как говорится, прогонят и больше не допустят. То есть, либо, как говорится, реванши не допустят. То есть, не дадут экзамен доделать. Пусть даже, вот, какие-либо обстоятельства были. И, кстати, с одним одноклассником моим так уж получилось, что его, можно сказать, спалили. Ну, не как спалили, ну, буквально перед контролем, которое было, наверное, на втором этаже, то есть, перед лестницей. Проверяли каждого, вот там, просто вот, и обнаружили там телефон, его отправили в гардероб классного руководительства, чтобы он занес телефон. Ну, потому, что они не пустят его. Вот. Такие вот дела. В общем, друзья, такие вот были впечатления у меня на УГ по русскому языку. Про второй, в общем, вторую часть, то есть, где я буду рассказать про впечатления на УГ по математике, я расскажу уже в следующем видео, которое, возможно, выйдет очень скоро. Поэтому, если хотите увидеть поскорее это видео, то прошу вас подписаться на канал, поставить лайк, ну, и, по возможности, написать комментарий. Ну, что ж, а на этом на сегодня все. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в таком вот разговоре, в общем, в таком вот разговорном видео. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте ко мне на соцсети, ссылки на которых в описании под видео. Также вы можете поддержать мой канал финансово, для этого есть Donation Alerts и Boosty, ссылки тоже в описании под видео. Благодарю всех за внимание, с вами был Григорий Эджвард, до новых встреч, пока.